Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Надежда Филиппова, врач-акушер-гинеколог Центра по борьбе и профилактике со СПИДом. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Ну, для начала хотелось бы узнать у нас в городе, в области на сегодняшний день, как вообще обстоит ситуация с людьми ВИЧ-инфицированными. Значит, нужно сказать, что в настоящее время в Рязанской области выявлено 3 тысячи с половиной ВИЧ-инфицированных. То есть это люди, которые знают о своем ВИЧ-статусе. Если говорить о путях передачи ВИЧ-инфекции, то существует основных 3 пути передачи. То есть первый путь – это парантеральный, то есть это непосредственно через кровь. Основной, конечно, механизм здесь при употреблении внутривенно-наркотических средств. Сюда можно отнести и заражение ВИЧ-инфекцией при каких-то медицинских вмешательствах. Это и внутривенно-внутримышечные инъекции, оперативное вмешательство, переливание крови. Второй путь, который на сегодняшний момент является ведущим в Рязанской области, в принципе, как в целом в Российской Федерации, – это половой путь передачи. То есть это передача вируса от мужчины к женщине, от женщины-мужчины, от мужчины к мужчине. Здесь, конечно, нужно сказать о группах риска. В основном это женщины коммерческого секса и мужчины, имеющие секс с мужчинами. То есть у них наибольший процент заражения ВИЧ-инфекцией. И третий путь, он наименее значимый – это вертикальный путь передачи. То есть это передача вируса от матери к ребенку, которая возможна как во время беременности, во время родов и во время грудного скармливания. На сегодняшний день в Рязанской области, как я уже сказала, основным является половой путь передачи. Но, наверное, самая обидная в данной ситуации, что на сегодняшний момент в группе риска находятся не только женщины, которые занимаются коммерческим сексом, но и обычные социально активные, социально адаптированные женщины, которые выходят замуж, планируют беременность. Но не знают ни о своем ВИЧ-статусе, ни о статусе будущего супруга для своего полового партнера. И зачастую женщина узнает, ну и в том числе и мужчина потом, узнает свой ВИЧ-статус уже непосредственно во время беременности. Потому что не так много ситуаций, когда рядовой гражданин идет в центр спектра, в какую-то клинику, чтобы сдать кровь на ВИЧ. А уже когда женщина непосредственно во время беременности встает на учет, обследуется, тогда вот выявляется ВИЧ-инфекция. Здесь я почему хотела уточнить момент, как важно женщине встать рано на учет. Потому что мы говорим о том, что большое значение имеет раннее выявление ВИЧ-инфекции. Поэтому женщина обязательно должна встать на учет как можно раньше. Надежда Николаевна, вот приняты какие-то сроки, да, сколько раз в год нужно ходить к стоматологу, гинекологу, для того, чтобы быть в курсе каких-то своих внутренних проблем. Можно ли сказать, что вот в какой-то определенный промежуток времени нужно сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию для того, чтобы быть спокойным? Или все-таки только в том случае, если какие-то моменты и спорные ситуации возникают, в том числе в интимной жизни? Ну, конечно. Если человек не имеет рискованного поведения, то и смысл ему сдавать кровь на ВИЧ как бы не имеет значения. Вы же говорили про инструменты, про шприцы. Ну, сейчас в наше время все-таки инструменты одноразовые, инструментарии везде во всех медицинских учреждениях. Поэтому такой путь существует, но если говорить вообще в статистике, наверное, в Российской Федерации там ноль целых каких-нибудь десятых людей именно заражены таким способом. То есть основной это парантеральный, то есть потребитель инъекционных наркотиков, и половой. То есть остальные пути, они уходят далеко на второй план значимости передачи ВИЧ-инфекции. Но если у человека имелось какое-то рискованное поведение, у него множество половых партнеров, он не использует барьерные средства защиты, то есть презерватив, то, естественно, в какой-то момент он должен задуматься и провериться. И тут нужно оговориться, что однократно обследование на ВИЧ при рискованном поведении не всегда говорит о том, что действительно очень эффекции нет. Потому что существует такое понятие сирологического окна, то есть когда человек инфицирован, но антитела, которые выявляются стандартными методами обследования, еще в крови не обнаруживаются. И если человек знает о рискованном поведении, то ему нужно где-то через полгода еще раз пройти обследование. Если он не имеет этого рискованного поведения, то и смысла ему обследоваться нет. Если вдруг человек узнал о своем положительном статусе, ВИЧ-инфицированном, ну, конечно, наверное, первая реакция человека – это шок, паника и какой-то, наверное, крест на своей жизни. Действительно ли это приговор, с которым нельзя жить? Ну, естественно, когда человек узнает о ВИЧ-статусе, тем более все-таки это заболевание, о котором мало известно рядовым гражданам, поэтому, естественно, человек впадает в паника, слезы, спрашивает планы вопроса, сколько жить осталось, то есть это, наверное, основной вопрос. Ну, нужно сказать, что ВИЧ-инфекция наряду с другими хроническими заболеваниями, может быть, на сегодняшний день является неизлечимым, но при своевременном регулярном наблюдении, при своевременно начатом лечении она позволяет людям жить, наслаждаться жизнью, как бы чувствовать себя полноценным человеком, гражданином, то есть ничем не отличаясь от других. Но здесь основной момент именно регулярное наблюдение, потому что бывают ситуации, когда человек, зная свой ВИЧ-статус, либо не хочет себя этим огораживать, как-то в рамке какие-то замыкаться, не обследуется, и уже тогда иногда бывает достаточно поздно, когда он обращается непосредственно в центр по борьбе со СПИДом. А какая вероятность у женщины, больной ВИЧ-инфекцией, в дальнейшем строить свою жизнь, выйти замуж, а самое главное – родить здорового ребенка? Все беременные женщины ВИЧ-инфицированные, они обязательно получают профилактику передачи ВИЧ-отоматерии к ребенку, то есть в настоящий момент препараты назначаются всем в обязательном порядке. И тогда риск рождения социального ребенка, он составляет 1-2%. То есть по некоторым данным даже стремится к нулю. То есть если женщина вовремя пришла, обратилась к специалисту, вовремя ей начато лечение, то опыт показывает и по Рязанской области, что риск передачи достаточно низкий. А как же быть со второй половиной? Если ребенок имеет место быть, то что же, придется заразить своего мужчину? В Рязанской области существует так называемое много дискордантных пар, когда один партнер инфицирован, не обязательно женщина, да, даже может быть мужчина инфицирован, а женщина здорова, либо наоборот. Если мы говорим о, когда мужчина здоров, а женщина инфицирована, что как бы наиболее, наверное, опасно в плане ребенка, потому что все инфицирование ребенка, оно зависит от мамы. То есть папа здесь не имеет никакого значения. Если женщина здорова во время беременности, родов и грудного скармливания, то и ребенок однозначно будет здоров. То есть риск существует, если мама инфицирована. Поэтому если папа здоров, это наиболее благоприятная ситуация, я как бы методику не буду рассказывать, там, планерная беременность, но здесь как бы риск практически отсутствует, заражение второго партнера. А если инфицирован непосредственно мужчина, а женщина здорова, ну, методик тоже несколько, но назначаются профилактические препараты, защищающие женщину, как бы так профилактически. И мужчине назначаются препараты, чтобы тоже снизить риск заражения женщины. То есть как бы это достаточно распространено и существует. Ну, то есть все возможно решить. Да, все возможно решить однозначно. Если можно, еще объясните разницу между ВИЧ-инфекцией и СПИДом. Значит, аббревиатура ВИЧ – это вирус иммунодефицит человека. То есть непосредственно сам вирус, который бы выявлен в 80-е годы 20-го века. И этот вирус, который вызывает СПИД, то есть синдром приобретенного иммунодефицита. Не всегда ВИЧ переходит в СПИД. То есть если человек наблюдается, у него не возникает такого иммунодефицита, когда присоединяются инфекции, не возникающие у людей с хорошим иммунитетом. Поэтому ВИЧ, скажем так, это причина СПИД, это следствие, но не при неправильном наблюдении, не при своевременном обращении к врачу. Но опять же, даже если случается такая ситуация, что человек не наблюдается, у него наступает стадия СПИДа, то есть иммунитет достаточно низкий, но он обращается, ему назначается лечение, это не значит, что он умрет. То есть своевременное начатое лечение в настоящее время позволяет людям выходить из этого состояния и жить еще долго и счастливо. Что ж, спасибо большое за то, что вы сегодня к нам пришли, за нашу беседу. Я очень надеюсь, что мы нашими разговорами ни в коем панике не вызвали, а только успокоение, потому что благодаря вам мы поняли, что ВИЧ – это не приговор. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам здоровья и всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok